Я не думал, что он бы сказал заходить Он раньше не заходил сюда Кто открыл решет? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Кто открыл? Кто же это мог быть? Нет, убери, не надо Всем море холодных и морозных приветов Друзья и гости моего канала, всем Багагашечки, Нептун здесь, звать Меня Виталий, сегодня я буду в роли Эмили, только на одну ночь Или на один день, я не знаю, как какое время дня Но я сегодня Эмили Потому что в игре метель на ПК, именно в версии Стима, вышел новый эпизод. Ну, крупное обновление и новый эпизод «Игра за Эмили». «Ночь в холодном подвале». Бета. Ну, видимо, бета-версия, разработчик будет её исправлять, но это уже что-то. То есть, новый персонаж, новый геймплей, новые локации и, наверное, новые предметы и способы спастись. Будем сегодня это дело проверять. Я уже за Алана проходил. Помните, там нужно было выбраться из клетки, затем на лифте спуститься и убежать сверкопятками. Что же будет у Эмили? А бухво знает. Погнали играть! Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась. И таксист с ухмылкой сказал «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился и появился он. И появился он. Бэтмен. Так, о, ничего себе. Я теперь не в клетке. Ну, не буквально в клетке. В этой маленькой теперь я в тюремной камере. Ладно, погнали. Значит, система такая же, как и в первой метели, да? То есть он может приходить ко мне. Мне нужно все на своих местах оставлять. Монитаз. О, отмычку нашел. Хрена себе. Хорошей находкой. Так, под кроватью что-нибудь есть? Ммм, дырка в стене. Там реально что-то есть. Блин, а это нельзя взять. Блин, там реально что-то есть. Вон, какой-то болтарец или ломик. Так, ладно, окей. Шкафчик. А, нифига нет. Нифига нет. Первая часть игры за Алана. Научил меня, друзья, что все, что мы делаем, все, что мы открываем, лучше закрывать. Два куска мыла хозяйственного, стаканчик, тарелка. Ну, меня хотя бы кормят, да? Уже хорошо. Так, лампочка. Так. Дверь привинчена болтом. Там еще и капкан какой-то. Опа. Напильник. Оказывается, здесь можно было открывать караубку сквозь решетку. А тазик? Хрен там, да? Так, напильник, напильник. Может быть, кирпичики попилить? Там вон что-то лежит. Нет, кирпичики не попилю. О! Напильником. Нужно поскорее найти выход. Я болт спилил, что ли? А, коробки! Коробки! Вонючие пустые коробки. Прочь от меня! Так, кирпич. Заперто с другой стороны. Ммм, трубы. Выключатель. Оу, можешь зайти. Так, тихо. Блин, пока что давайте здесь полутуем все. Еще один шкафчик вот есть. Эх, пусто. О, чистый рез бумаги. Но использовать нельзя. Может быть, нужно туда что-то пролить? Какую-нибудь чернилу? В капкан лучше не наступать. Жесть. Что за маньячела здесь живет? Ну что, нет дверной ручки. Это что, какой-то фанат пыток? Эээ, так. На первый взгляд здесь больше ничего нет. Да, ладно. Погнали сюда. А, вот сюда. А, выключатель-то здесь. Тип, работаем. Так, можно врубить воду. Так, зачем это делано? Непонятно. Ванная, это же такая же, как и в первой, в первой главе. Шкафчик. Блин, так? Окей. на эскейп выйти нормально нельзя, да? А, нет. Что? Шум. Как его вырубить-то? А как вырубить генчик? Нужно вернуться обратно в камеру. Да, я в курсе, а как мне его вырубить-то? Ладно. Так. Все, возвращаем на свои места. Все вроде бы нормально. Надеюсь, он ничего не заметит. Ой, шкафчик. Да, блин, как, 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 чёрт подери. А чё она шкафчик через дверь не запирает? Главное, открывала она через дверь, а запереть не может. Кто за чёрт? Так, давайте. Дубль 2. Вырубаем, запираем. Так, шкафчик. Можно вернуться обратно в камеру? В курсе, я тут все закрыли. Шкафчик здесь закрыли. Надеюсь, он ничего не заметит. Абудыш, всё. Так. Ну, сюда он не будет, наверное, заходить? Всё, чувак, я тут сидел. Я сегодня добрая и милая Эмили. О, пароль. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ого, 3, 2, 1, пароль. Надо запомнить. Это ещё сейф какой-то. Нифига себе, а чё так мало времени тут мне дали? А чё я там должен был делать? Зайти в его комнату? Да, дали буквально 2-3 секунды, вы охренели? Допустим, 3, 2, 1. О, подошло. Дверная ручка. Так, тихо, тихо, тихо. Вот уже лучше. Так, давайте вернём здесь всё на место. И не знаю, можно ли там в его комнате что-то утащить? Ну, наверное, всё-таки там что-то должно лежать на видном месте. Ну, возможно. Он явно не даст мне времени лутовать там каждый шкафчик. Замечусь, бочка с маслом, да? Возможно, именно то, что мне нужно. Ну, типа масло утащить как-то через что-то. Так, ладно. Холодильник. Лёд. У него есть лёд. Лёд отмычкой не открыть. А в ящике ключик. Так, лады. Ключик не знает чего. Отсюда. А это, наверное, главный выход, да? Прям супер главный выход. Тут ещё один кодовый замок. Ладно. Сюда мы ещё пока не пойдём. Давайте вот здесь всё порой. Попробуемся. Ноутбук. Фрэнк. Я могу, конечно, включить. Микроволновка. Положить предмет вовнутрь. Закройте дверь, нажмите кнопку. Так. Надо ещё подумать, что там за предмет. Можно микроволновку запихнуть. О, рычаг. Его можно, на место положить. Зачем-то. Так, название ML245. Раствор для проявления невидимых чернил. Ага. Мне нужна вот эта вот штука, чтобы я мог вылить на пустую бумагу, да? Предохранитель. Что-то мешает. А, ну, верёвка мешает. А это что за пыточная штука? А, прикручивают сюда руки и растягивают тело. Ну, блин, жизнь. Больные ублёдки. Так. Всё же, чернила, как меня взять? Может, какой-то предмет всё нужно использовать? Пусто, пусто. Видите ли, пусто. А предохранитель куда пихать? Ммм. Ммм. Пока непонятно. Лады. Здесь. Ух ты. Тайная лазейка. Но я не могу сюда заползти. Купить невидимые чернила. Выкинуть мусор, поставить будильник, положить ключ карту в сейф. Ключ карты в сейфе, окей. Тайсик. Тайсик, наверху написано. Невидимые чернила. Выкинуть мусор. Тут, возможно, какой-то предмет. Нет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Всё, вроде бы, ничего не трогал. Нужно вернуться обратно в камеру. Да, я в курсе. Сейчас, сейчас это сделаем так. Ты ничего не трогал, ящики закрыл. Ах ты, блин. Ломик. Нашёл. Видите, какой красавчик. Ломик нашёл. Я совершенно не знал, что он там есть. Я думал, что это за фигня. Я даже не знал, что это... Погоди-ка. Шум вызовет. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Показалось тебе. Там крыс прибегал. Крыса. Иди, вернись. Вроде всё на месте. Бу-у-у-у. Конечно, на месте. Нептунчик всё делает тихо и грамотно. Тут, кстати, капкан пропал. Вы заметили? Это очень странно. Или он просто переехал сюда? Так, ладно. Продолжаем лутовать. Так, допустим. Эта штука упала. О, там ещё что-то лежит. Вилка. Хм. Супочка такая ещё, знаете, как будто с ней можно что-то сделать. Провода. Прибиты на гвозди. Может, гвозди ломиком? Нет? Вилкой. Вилкой? Идеально. Ножница. Блин, боже. Так, этот провод что-нибудь мне даёт? Я что-то подумал сначала, может быть, какой-то гвоздодёр или кусачки там, нет? Так, а это крайник просто так. Для красоты ничего он не делает. Зато у меня есть ножницы. Офигенно, да? Будем ещё резать. А это что? Там что-то есть. А, там ржавый вентиль. Может, ломиком? Нет, ножницы тоже нет. Ну, под охранителем однозначно нет, отмычки нет. Нужно что-то длинное, да? Что-то крутое, длинное. Так, пустое. Пустое. Лучше закрыть на место, чтобы ничего потом не позабыть. Щиток закрыт. Ключ карты нужны. Понятно. Понятно, что пока ничего не понятно. Так, может, ножницами вот это вот отрезать? Конечно. Ножницами отрежем провода. Идеально, да? Так, подожди. А, ножницы, наверное, для верёвки. Капы-то ищем. Во. Тут явно не хватает рычага. А, нет. Тут венча не хватает. Грёбанное ведро. Ну, допустим, взял я ведро. Так, ведром, по идее, можно что-то вычерпать, да? Может, отсюда воду вычерпать, нет? А вентиль-то как мне взять? Подождите. Ломом можно было его поддеть и отковырять. Предохранитель, наверное, вот сюда нужно поставить. На счеток закрыт, поэтому я ничего не сделаю. Ведро. Эх, крыбки, как тяжело на них смотреть. Так, там наверху какая-то есть какое-то окошечко заколоченное. Но толку от этого немного. Ключ-карта в сейфе. Сейф вроде как у того чувака в кабинете. Ммм, кстати, у меня есть хорошая идея, как можно полутовать у него. То есть мы его просто сейчас запрем здесь на щеколду и все. Так, тут дверь я закрыл, он там, скорее всего, ничего не увидит. слишком темно, да ты издеваешься. Обрыщ! Давай. так, с осталью вроде бы я не трогал, так, заходим, ждем. Еще он пройдет, мы его запрем здесь и спокойненько сможем его полутовать в его, ну, в его комнате. Давай, выходи. Я тебя жду. Ой. Так, подожди, а ведро-то у меня зачем? Что-то сливает, наверное. Так. Еее, что у нас тут есть у него? Масло. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Вентиль-то вот возьми. Так, ладно. Что-нибудь полезное есть? Ну вот, есть вентиль, есть фидро с маслом, точнее, почка с... Так, ну я чуть подумал, что у него может чуть-чуть полезное есть, а нифига там не было полезно. Опа! Оказывается, ломиком нужно было бить по льду. Никогда бы не догадался. А зачем мне лед? Типа, добавить вискарик? Ну, типа, у меня стаканчик виски, с колой, и нужно немножко льда. Окей. Так, и что с ним делать, этим льдом? Бросать в этого маньяка? Лед, 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 лед. Ну, тут вряд ли, да? Хм, там пар. Может, микроволновку его запихнуть? О, реально работает? А, типа, растопить лед? Наверное, там внутри что-то есть. Главное, чтобы оно не не было. Да, нет. Ой-ой-ой. Что за чёрт? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, лады. Что там? О, там ключик какой-то. Так. Тут вроде бы всё чистенько. Ящик закрыт, дверь. Туда я не ходил больше. Ну всё, тогда заползаем сюда и ждём. Давай, чувак. Ведро зачем, правда? Фиг его знает. Хотя, с другой стороны, ведро можно... Ну что, в него должно что-то по идее капать, правильно? Куда пошёл, чувак? А я там, по-моему, всё... Я там ничего не трогал. Картину закинул обратно, шкафчики закрыл. Решётку забыл закрыть. Здесь кто-то был? Я не думал, что он будет снял заходить. Он раньше не заходил сюда. Кто открыл решётку? Кто открыл? Кто же это мог быть? Нет, убери. Не надо... Не, серьёзно, он раньше всегда заходил, только... недалеко, короче. Окей, отмычку использовал, но пока мне ещё осталось, то есть, есть, по идее, право на ошибку, да? Блин, если бы я знал, что он будет туда заходить, я бы убрал решётку. Серьезно, я не знал. Так. У меня ключ-то от чего? Может быть, от щитка здесь? Нет. Ржавый вентиль. Не дотянуться. От чего ключик-то? Так, тут я уже все взял. Все заперто. Вот, кстати, я заметил 24 вольта, да, вниз. Но толку? То, что я сейчас наклацаю здесь. То толку от этого не будет никакого. Там же пары, типа, я не могу пройти. Так, тут какие-то ключи еще есть. О! Они от щитка, да? То есть, подожди, этими ключами, наверное, могу вот этот щиток тоже открыть. О, реально подошло. А сюда и наш предохранитель. Все. Питание есть. Замок работает. Теперь у меня столько ключ-карту осталось найти. Еще у меня ведро какое-то есть. Ключ-карту. Ключ-карта, скорее всего, в сейфе. Пароль от сейфа, скорее всего, там, где невидимые чернила, да? Нужно чернил найти. Но тут пусто. Короче, проблем немерено. Как достать эту хрень, я без понятия. Но вроде как, там можно воду включать. Было. Вот здесь. Может быть... Может быть, это можно... Здесь как-то темно. Ты прикалываешься. Может быть, можно ведро набрать? О, реально, ведро с водой. Так зачем? Что-то потушить? Вроде бы ничего не горит. Ведро с водой. Я уже все здесь потыкал. Может быть, пар как-то остановить? Горячий пар. Не, тут ведро с водой не работает. Тут тоже. Черт возьми, может, его заморозить? Будет лед, а потом кинуть в этого... В маньяка. Может, сюда вылить? О, реально. Масленку взял. Ржавый вентиль. Все, до меня доперла масленка. Это нужно, короче... К этому чуваку проникнуть. У него там бочка с маслом была, помните, стояла? Нужно масленку наполнить. Смазать вентиль и достать вентиль. Тем самым. Так, запираем. Все здесь. Микроновка заперта. Тут все заперто. Тут. Опять, пожалуйста, тупую решетку. Не забываю. Так, тут все вроде бы заперто. Хорошо. Возвращаемся. Так, света нет, да? Окей. Все, сейчас мы его позовем. Закроем. Быстренько масленку наберем. И вуаля. Пойдем откручивать вентиль. А, подожди. Как его мне вызвать? А, генератором, точно. Совсем забыл. Твою же. Что за шум? Так, он выключился, выключился. Так, давай, выходи. Надо его будет потом запереть. Быстренько набрать масленочку. И сделать наши дела. Давай. Иди вот туда, чувак, давай. Проходи. Да, компрессор, блин, бывает такое. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так, собирайся. А, подыши. Ну-ка. Я взял. Так. Нужно сваливать отсюда, пока он не будет убить. Нужно найти. А, чё? Ой. Пусть это... А я, подожди, подожди. Заперся с другой стороны. Я какую-то маску нашел. Я какую-то маску нашел. Я всё это время сидел здесь. Чё-то я не въехал. Подожди, а чё? Как? А-а-а. Нельзя его там запирать на щеколку. Потому что он всё равно меня будет убивать. Короче, я понял. Нужно просто быстро забежать, взять масленку и выбежать. Больше ничего не делать. Так, момент истины. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так, бежим, 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 бежим. Набираем. Возвращаемся. Всё, я сделал всё чистенькое и гладенькое. Как попка младенца. Чё ты, блин? Так, погоди-ка. Кто врубил свет? Здесь кто-то был? Хм, почему здесь кто-то был? Почему у меня такое чувство? А, это же я включил, да? Дебила кусок. Ладно. Погнали. А, бежим. Масленочка нужна, ну, однозначно, чтобы вентиль смазать и открутить, да? Так. Так. Э. А чё он его не откручивает? Или погоди, или... Это как-то по-другому работает. Я думал, что нужно его открутить. А, всё. Он пар убирает. Я думал, его нужно открутить сюда, вставить здесь, перекрыть. Так. Нет питания. Так, нужно немножко подумать. Так, подожди, подожди, я там всё сделал. Вдруг он сейчас прибежит, я нажму рычаг, он прибежит, и... Меня спали. Тут всё вроде бы нормально. Ничего лишнего не понаделал. Так. 24 вольта вниз, да? Мне нужно 24 сделать. Ровно? Блин. 24. 7,6. 3,2 это будет 10,8. Так, пришлось всё-таки расчехлить мой калькулятор, чтобы посчитать, что там мне даёт 24 вольта. Значит, это 5,8, плюс 4,3, плюс 7,6 и 6,3. Вот эти четыре значения дают мне ровно 24. Как только я нажму, то, по идее, поднимется лифт и будет, наверное, шум. Твою же. Точняк. Что за шум? Что за шум, а драки нет. Так, дверь, а, дверь, 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 дверь закрыть, точно. Она была закрыта. Так. Ой, твою мать. Так. Эврика. Ну что, ждём. Всё, по идее, чистенько, да? Здесь всё закрыто, там всё было закрыто. Чувак, тебе показалось. Не иначе. А, это, по-моему, какой-то рандом, да? Он заходит в разные комнаты рандомно. Может зайти сюда, может зайти туда, может зайти ещё куда-нибудь. Здесь кто-то был? Хм, мне кажется, здесь был клоун. Глупый клоун. Вроде всё на месте. Причём звук даже был не отсюда. Вот тупой. А звук-то был, там дальше. Так, погнали. Что там за лифт? Вообще. Что это? Закрытная ключ. У меня ключ какой-то есть. О, отсюда. Раствор. Фига себе я. А чё, бак такой? Я прям на клетке был. Наверху. Ладно, плевать. Зашибись. Сейчас я узнаю пароль. От сейфа, да? Так. Открываем. 8607. То есть, что получается мы делаем? Мы открываем сейф. Но так как нам нужно больше времени, теперь мы его закрываем на щеколду, и дальше у меня уже нет права на ошибку. Он выходит, мы вбиваем пароль, забираем карточку, бежим на всех парах сюда. Используем и сбегаем, да? Предохранитель у меня уже поставлен. Всё как бы уже сделано. Всё как бы уже готово к работе. Так, тут всё забираем. Давайте. План вроде бы продуман. А, нет. Что за шум? Так. Нужно запереть его, когда он зайдёт в комнату. Так, подожди, подожди, подожди. 8607, надо запомнить. 8607. Это забуду ещё в самый ответственный момент. Я уже забыл, подожди. 8607, да, вроде бы? Так, ладно. Так, я волнуюсь. Я волнуюсь. Долбанный компрессор. Да, долбанный, блин. Давай. Так, 8607. Я взял карточку. Бежим. Бежим, 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 бежим. Всё, плевать. Не буду дверь запирать. Пусть он запирает. Так. Да, выход. Вперёд. Думай быстрее. Что-то мыть быстрее. А, нужно ещё вот эти штуки. Так. Ой-ой-ой-ой. Фу-у. Он уже почти меня догнал. Да, я спасся. Вот так-то, друзья. Наша Эмили смогла спастись. Ну, как вам? А ещё появился... Появилась маска, видите, этого? Санта злого. Маска психопата. У меня есть. И маска садиста. Это то, что я нашёл. А ещё какой-то рваный костюм. А, рваная маска или что? Рваный мешок. Во. Недоступно почему-то. То есть я могу его переодевать. Ну, сегодня он был у меня классическим чуваком. Можно, правда, ради интереса посмотреть, как он будет видеосантой. Ну, типа, это, знаете, новогоднее же обновление, правильно? Джингл Беллз. Джингл Беллз. Джингл. Эй! Ты же мне не дал спеть нормально Джингл Беллз, чувак. Я же тебе такую маску классную поставил. Ну, всё, друзья. Вот такое вот обновление и такая вот игра за Эмили. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Это был Нептун. Желаю всем позитива и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok